Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львира Фазлива. И сегодня мы покажем, как водитель с признаками опьянения протаранил виномарку. Его сразу на капот поставили, он сам шатается, но потом, видать, тоже что-то поломано, и он сам тоже свалился. Пострадали два человека. До конца не дошел. Человек не положил вместе, переходишь? Да, вышел. Мужчина попал под колеса, перебегая дорогу сквозь плотный поток машин. Переодевание не спасло. Что украли? 7 тысяч рублей. Жительницу Тольятти задержали за кражу денег в Казани. Это и не только. Прямо сейчас. Уходил от погони и спровоцировал крупную аварию. На улице Челюскина водитель со всеми признаками алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу и снес автомобиль, выезжавший с АЗС. Удар был такой силой, что обоих автомобилистов пришлось срочно госпитализировать в больницу. О причинах и последствиях расскажет Анна Городнова. Кость какая-то вот где-то вот так в сторону. Полиция? Да. Сразу после происшествия к разбитым машинам бросились многочисленные очевидцы. Вытащив из автомобиля пострадавшую девушку, сидевшую за рулем Тойоты, прохожие вызвали скорую помощь. Впрочем, помимо нее госпитализация потребовалась и второму участнику аварии, водителю Chevrolet. По рассказам очевидцев, мужчина был пьян. А у того видел, что голова разбита. Ну, пьян еще был. Он как-то себя вел неадекватно, что ты говорил? Просто пьяно по нему видно было. На ногах ничего не стало. Да, его сразу на капот поставили. Он сам шатается. Но потом, видать, тоже что-то поломано. И он сам тоже свалился. По предварительной версии, автомобиль Chevrolet уходил от полицейской погони. Она закончилась рядом с заправкой. Как раз тот момент, когда оттуда выезжала Тойота Королла. Разминуться с ней мужчина не смог. Учитывая повреждения, которые получили машины, можно сделать вывод, что скорость предполагаемого виновника аварии была явно высокой. Вот за этим гонялся один на УАЗике лейтенант. Ну, это еще на Беломоск, который сходил. Вот он оттуда развернулся, потом сюда заехал. Это, видимо, из заправки его езжало. Там машина была припаркована. Он, видимо, ее объезжал. И это как раз вот сюда в лоб ей вылетел. Степень вины автомобилиста определится после медицинской экспертизы пострадавшей девушки. В случае, если девушке был нанесен тяжкий вред здоровью, то предполагаемому виновнику, помимо лишения прав и денежных трат, может грозить и уголовная ответственность. Анна Городнова, Арат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Две иномарки, Volkswagen и Kia, а также Gazelle, столкнулись сегодня по принципу домино на мосту Millennium. Как предположил водитель корейской иномарки, который был завершающим в этой цепочке, молодой человек за рулем Gazelle отвлекся на что-то и не успел вовремя сманеврировать. В результате задел едущий впереди него Volkswagen Polo. Через секунду в грузовик врезался и он сам. Кто должен понести ответственность, узнавал Рамель Шайдулин. Впереди машина тормознула резко. Водитель автомобиля Kia Rio рассказывает, что едущая перед ним Gazelle вдруг резко стала тормозить, но все равно не очень успешно, поэтому и врезалась сзади Volkswagen Polo. Мужчина, конечно, удивился разворачивающимся прямо у него на глазах событием, но сам нажать на педаль тормоза не забыл. Понимал, что тормозит машина медленнее, чем хотелось бы, а расстояние от него до грузовика сокращается уж слишком стремительно. Но что-либо сделать был уже не в состоянии и повторил то, что за секунду до этого сделала Газель, врезался в нее сзади. При этом машина пострадала в аварии больше всех. За 20 лет водительского стажа повидал многое, поэтому печалиться не стал. Что, шесться, подумаешь? Да, на железном, главное, пострадавших нет. Водитель Volkswagen потом рассказал, что да, притормаживал, но не резко и исключительно для того, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем. Это правилами не возбраняется. Сейчас в произошедшем предстоит разобраться с сотрудником автоинспекции. Амель Шайдулин, Нафиса Минязова, Адель Мулахметов. Вызов 112. До конца дойти не смог. Желание перебежать оживленную проезжую часть улицы Декабристов в нескольких десятках метров от подземного пешеходного перехода обернулось для 62-летнего мужчины тяжелыми травмами и больничной койкой. Девушка-водитель Volvo увидела человека перед капотом машины в самый последний момент и не смогла преодолеть законы физики и моментально остановить автомобиль. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Автоледи двигалась по улице Декабристов по крайней левой полосе. Правил, говорит, не нарушала, и скорость была невысокая. В какой-то момент прямо перед ее автомобилем выскочил мужчина. Чтобы остановиться, говорит, не хватило времени и расстояния, да и вовсе не ожидала увидеть там пешехода. Место для перехода не положенное. В итоге попытка сэкономить время и силы для мужчины обернулась печально. После наезда пенсионер жаловался на боли в животе. Прибывшие на место медики диагностировали ему тупую травму живота и перелом ребер. Они госпитализировали его в седьмую городскую больницу. Сотрудники автоинспекции отметили, что на данном участке дороги такого рода происшествия не единичны. Если мы берем вот этот участок дороги, совсем недалеко у нас имеется подземный пешеходный переход. Просто пешеходы не хотят им пользоваться, в результате чего переходит проезжую часть. Несмотря на то, что пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, автоледи сейчас грозит ответственность за то, что не смогла предотвратить наезд. Степень ее вины будет определена после постановки точного диагноза пострадавшему. Нафиса Минязова, Дальму Ахметов, вызов 112. Только за 4 месяца этого года в Казани автомобили 215 раз сбивали людей. 5 человек погибли, 215 получили ранения, 13 из них несовершеннолетние. До 3 июня в Казани проходит первый этап операции «Внимание, дети!». Сегодня автоинспекторы вышли на самые опасные для юных пешеходов участки городских дорог. Альбина Минебаева убедилась, что пешеходов пропускать любят не все. «Водители разные бывают и неадекватные. Попадают, что даже не пропускают и на зеленый свет приезжают». Анастасия – мать двоих детей. Рассказывает, что часто случаи, когда водители не только не пропускают, но и ругаются вслед пешеходам, идущим по всем правилам. Поэтому детей учить в любом случае смотреть по сторонам. Но ответственности с автомобилистов это не снимает. Говорит, не пропустил впервые и тут же попался. Уверяет, что правил старается не нарушать вообще. Теперь за невнимательность будет расплачиваться рублем. Штраф за непредоставление преимущества пешеходам от полутора до двух тысяч рублей, как профилактика трагедии. В случае наезда на пешехода назначается административное расследование, и вследствие административного расследования материал направляется в судебные органы. Сегодня сотрудники автоинспекции проверяли соблюдение правил движения на самых опасных для пешеходов участках городских дорог. За четыре месяца этого года в Казани автомобили 215 раз сбивали людей. Пять человек погибли, 215 получили ранения. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112. Столовая гимназии номер 8 заполняется дымом. Об этом в единую службу вызова экстренных служб 112 сообщили сотрудники учебного заведения. До прибытия огнеборцев педагоги своими силами эвакуировали 620 учеников из 40 сотрудников. Прибывшие пожарные установили, что горения нет, а дым – результат короткого замыкания в электрощите, установленном в столовой. Бригада электрических сетей устранила неполадку. Погибших и пострадавших нет. Ходила по торговому комплексу в полицейской форме и искала, чем можно поживиться. 25-летнюю жительницу Тольятти задержали по подозрению в краже кошелька в Казани. Владелицу одной из торговых точек форменное обмундирование на девушке не смутило. И она на кадрах с камеры наблюдения точно указала на подозреваемую. Сергей Хайдаров с подробностями. Камеры видеонаблюдения запечатлели девушку в полицейской форме, выходящую из того самого магазина. Именно она и привлекла внимание правоохранителей. Опросили свидетелей и потерпевшую. Владелица торговой точки сообщила, что девушку видела как раз незадолго до пропажи кошелька с 7 тысячами рублей. Правоохранители быстро вышли на след предполагаемой воровки. Девушку задержали в Тольятти. За кражу. Что украли? 7 тысяч рублей. В ходе обыска квартиры была обнаружена полицейская форма. Девушка призналась, что в правоохранительных органах никогда не работала. И форму купила в одном из магазинов. В настоящее время подозреваемая доставлена в Казань и находится в одном из следственных изоляторов города. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2. Статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Задержанная свою вину признала полностью. Сейчас полицейские устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности. Подозреваемый. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Вызов 112. Полицейские задержали 31-летнего казанца по подозрению в серии имущественных преступлений. По версии следствия, мужчина похитил детскую коляску и велосипед. Поймать предполагаемого злоумышленника удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Их записи посмотрела Айгульба Друдинова. Одно из первых заявлений о пропаже велосипеда поступило в отдел полиции еще в конце апреля. Потерпевший оставил двухколесную технику в подсобном помещении жилого дома по улице Сабан. Для безопасности даже повесил навесной замок, но это никак не остановило предполагаемого злоумышленника. Сумму ущерба заявитель оценил 10 тысяч рублей. Кроме того, с места происшествия была изъята запись, сделанная камерами видеонаблюдения. На ней видно, как злоумышленник выносит из подъезда похищенные имущества и уезжает в неизвестном направлении. Благодаря камерам подозреваемого задержали в короткие сроки. Свою вину он отрицать не стал. Кроме того, выяснилось, что незадолго до этого мужчина украл детскую коляску. Следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ, продолжается. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Велосипед изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.